Деревянные замки Деревянные замки Деревянные замки Деревянные замки Деревянные замки Деревянные замки Замки в это время становятся неприступными убежищами, символами феодальной власти Пассивная защита того времени полагалась только на крепость каменной кладки И донжоны прямоугольной формы, не содержавшие ловушек для атакующих В 1180-м взошедший на трон король-строитель Филипп Август Произвел революцию в замковой архитектуре, которую воплотил в стратегии захвата территорий Между 1199-м и 1214-м в ходе масштабных кампаний он захватил На севере Артуа, Булонь, Валуа и Вермондуа На западе он присоединяет нормандский Вексен, Нормандию, Британь, Мэн, Пуату, Турень и Анжу В центре он подчиняет Берри и Овернь, а на востоке — Шампань Для защиты и управления этими регионами Филипп Август строит значительное количество крепостей по стандартному плану Квадратные башни заменили круглыми с большим количеством бойниц Позволявшим лучникам вести огонь под разными углами и активно оборонять укрепления Также круглые башни легче отбивали метательные снаряды осаждавших Потому что французы и англо-нормандцы привезли с собой из крестовых походов планы разрушительных осадных машин В 13-м веке требушеты и катапульты систематически применяются при осадах замков Перед лицом этой новой угрозы архитектура замков продолжает меняться Цитадель Шато Гаяр в Нормандии была гордостью английского короля Ричарда Львиное Сердце, который построил её всего за два года Крепость должна была остановить продвижение Филиппа Августа Круану И у этого замка было множество средств для противостояния современным техникам атаки Вы видите у меня за спиной сену, и это неспроста Потому что король Франции решил завоевать Нормандию по сене, и ему было крайне необходимо контролировать реку Узнав об этом, король Англии Ричард Львиное Сердце вбил в русло сены три ряда кольев Так называемую эстакаду, которая не давала проходить кораблям Это закрывало дорогу на Руан И для контроля за этой эстакадой здесь, на скалистом выступе в ста метрах над сеной, был построен замок В этом замке воплотились все инновации, привезённые Ричардом из третьего крестового похода Он видел множество замков в Палестине и позаимствовал у них некоторые идеи Например, фестоны Фестоны — это специальные закругления на стенах Сделанные, чтобы отражать камни, выпущенные из катапульт, не давая им так просто пробить стену Фестоны заставляли камни рикошетить Другой инновацией, призванной отбивать метательные снаряды, стали контрфорсы на главной башне Башня была круглой в центре, но имела угловой выступ на юго-востоке Наиболее вероятной стороне для обстрела из осадных машин Ещё здесь вы можете видеть знаменитые каменные треугольники На самом деле, раньше они все соединялись между собой и напоминали арочный мост А между каменными треугольниками были проёмы, чтобы стрелять в тех, кто внизу Таким образом, здесь, впервые в Европе, появились машикули на треугольных основаниях Все эти инновации создали Шато Гаяру репутацию неприступной цитадели Королю Франции Филиппу Августу пришлось взять замок в долгую осаду И дождаться ошибки англонормандцев, чтобы овладеть крепостью Филипп Август прибыл со своей армией в сентябре 1203-го Первым делом они решили отказаться от штурма и взять замок в осаду Прекратив поставки извне, чтобы ослабить войска, находившиеся в замке Около трёхсот англонормандцев обороняли замок Осада затянулась Армия была под стенами с сентября 1203-го по январь 1204-го Видя, что осада сильно затягивается, Филипп Август принял решение штурмовать замок И первым делом он использовал слабость, находящуюся прямо позади меня, в этой стене Вы видите серию небольших отверстий для вентиляции запасов И так как эти отверстия не охранялись англонормандскими часовыми То 20 солдат смогли проникнуть в Нижний двор и застать защитников врасплох А они вместо обороны Нижнего двора предпочли укрыться за стенами Верхнего После этого регулярный обстрел требушетами Верхнего двора Вынудил его защитников сдаться весной 1204-го года Шато-Гаяр был своего рода предтечей Многие из его архитектурных элементов в XIII веке распространились повсеместно на всей территории королевства Пожароопасные деревянные галереи постепенно заменяются каменными конструкциями Бритешами, небольшими прямоугольными или скошенными выступами И мошекулями, каменными галереями на вершинах башен и стен Слово мошекули имеет два корня Первое слово «маше» переводится как «ломать», а «кули» переводится как «шея» Таким образом, когда на голову падает камень, он ее разобьет, вдавит голову и шею вам В плечи и получится «мошекули» В замке Бейнак в Перегоре эти защитные элементы крайне затрудняли доступ к подножью донжона для осаждающих С северной стороны есть бритеш, он служит как для наблюдения, так и для обороны подножия стены Там есть отверстия в полу для защиты подножия стены Также там есть мошекули, каменные выступы, которые также позволяют защищать подножия стен с высоты Еще есть эркеры, это то же самое, по сути, что и бритеши, но их строят на углах стен Первый эркер – это просто лестница, а вот второй – это настоящий наблюдательный пункт Он находится на выступе здания Возврат территории, начатый Филиппом Августом, продолжили его преемники Его сын, Людовик VIII, и его внук, Людовик IX, продолжили расширять королевский домен Эти походы достигли юга Франции, а в 1226 году и города Каркасона, принадлежавшего графу Тулузскому В этом регионе представление о замках было несколько иное Между севером и югом была огромная разница На севере, на вершине горы стоит замок, а внизу, рядом с ним, селятся люди Здесь же, на юге, на вершине горы стоит башня, а люди селятся вокруг нее И замком называется укрепленное поселение, где все живут вместе и друг друга знают Война и, в частности, крестовый поход против альбигойских еретиков, который начнется в 1209 и продлится 20 лет, изменят этот мир Власть станет королевской, и в этот момент французская архитектура откроет для себя границу с королевством Арагон и столкнется с архитектурой Испании В качестве своего представителя король Франции оставил в Харкасоне Сенешаля В этот период для защиты королевского Сенешаля был заложен замок филипповского типа, который сейчас называют графским замком А в середине века его называли королевским В это время здесь начинает свою деятельность инквизиция Это спровоцирует народные волнения Восставшего народа очень боялись Его ожидали с другого берега реки И для этого строили второй ряд стен Во время войны пустое пространство между двумя рядами стен было ловушкой для неприятеля А в мирное время там было удобно проводить разные мероприятия Например, фестивали и ярмарки Как только второй ряд стен был достроен между 1240 и 1260 Их принялись улучшать снова Внутреннюю стену усилили новыми башнями клювообразной формы С выступами для защиты от катапульт Активную защиту дополняли полукруглые бойницы В это время башни становятся более толстыми Делаются каменные выступы Делаются двойные решетки Двое ворот и две решетки Делается подъемный мост Который установят только в 15 веке А пока имеется деревянный мост Из которого можно вынуть несущие балки и обрушить его в ров Эта стройка продлится с 1240 по 1280 Потребовалось почти 50 лет, чтобы превратить римский город Каркасон в город средневековый Этот обширный акрополь представляет из себя необычный монументальный ансамбль Стены длиной 3 километра снабжены сорокабашнями и двумя большими воротами Каркасон вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 И считается одной из красивейших крепостей Европы За этой каменной красотой скрывается исторический ад Сначала Каркасон превратили в город-казарму А затем он стал еще и городом-тюрьмой Надо сказать, что многие башни Каркасона Служили тюрьмами до самой революции Именно здесь томились в заключении сотни и тысячи узников Зачастую не зная его причины В ожидании ужасного судилища, каким была инквизиция Из Каркасона Синишаль, назначенный королем, управлял регионом и охранял новую границу между королевствами Франция и Арагон Зафиксированное Карбейским договором в 1248 году новая граница проходила по ряду горных долин Для их защиты армией короля Людовика IX было заложено несколько величественных крепостей Их названия Агилар, Керебюс, Перепертюс и Пиолоран Среди этих головокружительных цитаделей, расположенных на скалистых вершинах, самый впечатляющий, несомненно, является Перепертюс С приходом короля здесь предстояло жить не сеньору с семьей, а королевскому гарнизону Переделка была радикальной Все снесли, все разрушили и начали строить заново Желая полностью закрыть доступ на вершину горы, на которой построен замок, хотели полностью застроить скалу Мне кажется, что люди, которым это было поручено, хотели очень быстро, на базе существующих развалин, создать укрепленное ядро Которому соответствует постройка, которая сейчас называется Старый Донжон Показательно то, что полукруглая постройка у меня за спиной изначально не была башней Это апсида романской церкви Разница между древней кладкой и работой королевских каменщиков 11-12 веков очень заметна В нижней части виден мелкий песчаник, поверх которого лежат большие камни, из которого выложены зубцы, амбразуры и бойницы королевской надстройки Здесь это видно очень четко, то есть сначала здесь быстро и с минимальными расходами возвели укрепленное ядро А затем вокруг этого ядра началась стройка, которая длилась десятки лет Крепость имеет около 300 метров в длину и около 60 в ширину На самом деле она состоит из двух замков, разделенных центральной площадью, которая ограждена стенами и полукруглыми башнями В нижней части находится старый донжон и казарма гарнизона А второй замок, стоящий на 200 метров выше, служил укрытием в случае осады По-моему, причин делать замок столь огромным было две, а может и три С одной стороны, впечатлить Это ведь пограничная зона, нужно показать, что король Франции силен и насколько силен Также, по-моему, речь шла о подготовке к продвижению королевской армии на юг То есть у замков был наступательный потенциал И третьей причиной постройки замков была организация большого строительства Для чего нанимались местные мастера? Им хорошо платили, и это значительно ускоряло признание власти французского короля местным населением Хоть и построенные в очень суровой местности, эти головокружительные цитадели не избежали стандартных элементов королевского стиля, введенных Филиппом Августом Перед нами классический образец филипповского замка Просто он адаптирован к горной местности, к скалам и к ручам Здесь нет обычного донжона в виде круглой башни, потому что он не уместен в данной топографии, в горах Но зато реализованы все принципы активной защиты Присутствует множество бойниц для стрельбы Есть круговой путь по периметру стен Все сделано под арбалеты Несколько человек с арбалетами и достаточным количеством боеприпасов Могли долго сдерживать большое количество атакующих В 30 километрах по прямой от Перепертюза на вершине горы Монт-Ардю стоит замок Пиолоран Стоящая на скале из известняка на 700 метровой высоте Эта цитадель самая неприступная из тех пяти, что охраняют дорогу к королевскому замку и городу Каркасону Эти пять замков были Перепертюз, Кирибус, Агилар, Терм и Пиолоран Это была линия Мажино французского королевства Эти пять замков называли «пятью сыновьями Сенешаля Каркасона», потому что их главной функцией была защита пути на Каркасон любой ценой Замок Пиолоран был, пожалуй, самым важным из пяти сыновей Сенешаля Каркасона, так как он был самым южным из них Попав в руки короля Франции в 1250-м, замок подвергся длительному укреплению и перестройке, вплоть до 1285-го года Пиолоран должен был любой ценой защищать регион от набегов испанцев Оборонительные системы здесь, впрочем, как и везде, были весьма разнообразны Основанием для замка служит гора Это одна из первичных оборонительных систем и гениальность французских строителей в том, что они смогли сделать замок продолжением скалы Чтобы полностью перекрыть подступы, стены крепости стоят на краю пропасти Это оставляет врагам только одно направление для атаки, что позволяет установить все оборонительные системы, известные с 13-го по 17-й век, на пути вероятного противника Дорога к замку — это лабиринт Лабиринт содержит повороты на 90 градусов Есть 9 уровней лабиринта, прикрытых стенами с бойницами Лабиринт, по сути, напоминает шлюз, позволяя изолировать противника в замкнутом пространстве Сюда нужно добавить барбакан Защитное сооружение, находящееся снаружи замка и позволяющее контролировать вход в него И, наконец, после взятия ворот в первое укрепление Враги попадали в небольшой дворик, который являлся настоящим тупиком Впереди были запертые ворота, а со всех сторон — дюжина бойниц Врагов ожидало, простите за выражение, настоящая бойня Так как гора становилась непосредственной частью крепости Топография места также использовалась, чтобы строить как можно быстрее, сократить расходы на строительство и транспортировку Когда решают строить крепость в столь труднодоступной местности, то первым делом встает вопрос Где брать камень и как его доставить? Так вот, материалы не доставляли, их брали прямо на месте Замок построен прямо в карьере Здесь это хорошо видно Видно, что каменотесы вырезали блоки прямо здесь Затем канатами поднимали наверх И использовали их для постройки стен вокруг Но в то же время они вырезали блоки так, чтобы получалась еще одна стена замка Также мы видим, что наверху они вырезали лестницу и подвели ее к коридору Итак, мы видим, что даже карьер стал непосредственной частью замка Что, несомненно, позволило сэкономить массу денежных средств, времени и энергии Есть еще один подобный пример Есть древние отверстия, которые впоследствии замуровали Которая являлась аварийным выходом Всегда можно было выпустить часть гарнизона, гонца или важную персону И сделать это незаметно Потому что лаз выходил на скалистый пик с замаскированным спуском Таким образом, топографию успешно применяли для нужд замка Чтобы попасть на стройплощадку верхнего замка Строителям приходилось пересекать центральный двор Сбираясь по лестнице из 71 ступени, вырубленной в скале Этот замок также стоит прямо на карьере А для того, чтобы доставлять из долины остальные материалы Безусловно, были нужны средневековые подъемные машины А вот здесь можно увидеть следы интересного приспособления Вот эти каменные зубцы, похоже, служили креплением для топчакового колеса, подъемника Подъемник служил для доставки материалов, потому что хотя камень и добывали прямо на месте Однако нужно было поднимать много чего Древесину, черепицу, клей, известковый раствор и так далее Все эти материалы нужно было доставить сюда И, естественно, глядя на этот скальный выступ, становится ясно, как можно легко попасть вниз и избежать большого количества тяжелой работы Работники замка Гетелон в Бургоне ежедневно используют топчаковое колесо На этой стройплощадке реконструкторы задались целью построить замок по технологии 13 века Чтобы построить свой подъемник, создателям проекта пришлось изучить средневековые миниатюры Они построили различные модели колеса, обычную и с двойным барабаном Этот подъемник, известный с античности, использует принцип механического выигрыша Колесо диаметром 2-3 метра скреплено спицами и посажено на ось параллельно с барабаном На который накручивается веревка с привязанным грузом для подъема Механический выигрыш равен 1 к 10 Один рабочий может поднимать до 500 килограммов А двойное топчаковое колесо с двумя рабочими Настоящий предок подъемного крана позволяет поднимать грузы массой до 800 килограмм Топчаковое колесо можно легко разобрать и переместить в любое место стройки Даже на вершину стены Мы используем колесо с двойным барабаном Два человека шагают в колесе и тянут веревку, поднимая грузы Будь то камни или раствор Мы поставили колесо на поворотную ось Что позволяет поворачивать грузы на 360 градусов И я могу в любой момент остановить или возобновить подъем при помощи центрального стопора Вот эти два костыля стопорят или запускают колесо Есть хитрости, которые помогают нам в работе Например, мы кладем стены слоями из камня Стараясь сделать верхнюю кромку кладки максимально горизонтальной Это позволяет нам использовать саму стену как подспорье для строительства Мы подкатываем камни на роликах к месту, где их кладут на раствор Еще, еще немного Вот так Хорошо Строителям также нужно учитывать ландшафт, на котором строится замок При строительстве на вершине скалы, например, нужно обязательно рассчитывать правильное распределение давления Чтобы гарантировать устойчивость всей конструкции Здесь мы видим разгрузочную арку Еще римляне знали такую конструкцию, как разгрузочная арка Кажется, что эта разгрузочная арка именно в этом месте для того, чтобы полностью повторить форму скалы Потому что стена построена именно по такому принципу Но главная причина в том, что камень содержит трещину, которая могла сделать неустойчивой стену на нем построенную Для того, чтобы вся стена не опиралась только на этот камень И была построена разгрузочная арка, принявшая на себя давление по обеим сторонам от него Каждый элемент замка невероятно технологичен Стрельчатые арки сводов, способные выдерживать тонны камня на каждом этаже Тесанные балки, изогнутые особым способом, чтобы придать им нужную форму Или липные окна из резного камня Все строительство – это воплощение множества знаний и идей, координируемых главным мастером Эти средневековые архитекторы – одна из лакун истории Большинство их имен забыто Во время правления Капитингов, Людовика IX и Филиппа IV Красивого Королевство переживало период мира и стабильности Замки продолжают строиться на территории королевства И хотя они по-прежнему выполняют военные функции, у них появляется налет роскоши Погоня за комфортом становится главной прерогативой Владельцы замков хотели побольше света Узкие бойницы старых крепостей уступают место большим окнам с проемами в виде двойных арок В это время они появляются с наиболее безопасных сторон фасада, выходящих на внутренний двор замка Внутри по толщине стен были сложены из камня специальные подоконные скамьи Позволявшие жителям замка сполна воспользоваться дневным освещением Этот подход к освещению придавал замку новый облик Стены начинают заботливо украшать с помощью ярких красок На средневековой стройке в Гиделоне энтузиасты смогли овладеть очень древней техникой росписи фресок Эти стены покрыты известковой штукатуркой, которая загрунтована клеевой краской с известковым молоком Служащим белым фоном, который мы будем расписывать Известь выступает в роли гидрорегулятора Она легко впитывает избыток жидкости Мы красим по сухому, поэтому нужна связка, которая сохранит рисунок Итак, мы разбиваем целое яйцо и взбиваем его Затем добавляем клей из натуральной кожи, потому что в натуральной коже животных содержатся коллагены Эта смесь придаст рисунку долговечность Как и в средние века, все краски, используемые художниками, получены из камней и песка, добытых в карьере или в окрестностях замка Мы используем любые природные материалы, которые попадаются под руку Камни, землю, песок, глину состройки, все местное Охра — это пигмент, который есть в этих материалах Охра переводится с греческого «желтый», и этот цвет всегда основной Камни нужно истолочь в мельчайший порошок А землю, песок и глину надо мыть и процеживать, чтобы удалить все лишнее Корни, камешки, комья, пока не останется только жидкая краска Эту краску сушим и растираем в порошок Этот минеральный порошок хранится почти вечно, и из него можно делать краску Некоторые наши цвета мы используем в чистом виде, другие можно краснить При 800-900 градусах порошок краснеет от бежевого к розовому, от желтого к красному, от скучного и некрасивого коричневого к темно-красному с отливом Камин — это, безусловно, самый необходимый элемент комфорта в повседневной жизни замка Он дает необходимый минимум тепла и незаменим для приготовления еды Относительно скромные в крепостях 12 века, они достигают невероятного совершенства в более поздних постройках Ведь камин стал еще одним синонимом престижа Два типа очагов украшают кухню Очаг для жарки, снабженный вертелом И печь, где можно запекать рыбу и мясо Печь хлеб и пироги для пиршеств сеньора Помимо света и огня, каждая крепость должна была располагать источником воды Вода первостепенна для замка Помимо того, что нужно было иметь свою воду на случай осады, она также была необходима для повседневной жизни и для строительства замка В Гиделоне и Пюйзё вода всегда под рукой Выкопали 7 метров глубину Особенность колодца в том, что его крышка сделана из одного куска камня Ее вытачивали два мастера в течение полутора месяцев Это проявление богатства Но мы решили, что сеньор Гиделона может себе позволить такую роскошь Теперь это один из маленьких шедевров замкового двора Этот шедевр делает Гиделон полностью независимым от внешних источников воды Эта автономия жизненно необходима Когда крепость находится на вершине горы, там ставят емкости для сбора дождевой воды, которая фильтруется через слои камней и песка На равнине богатые сеньоры порой строили сложную систему трубопроводов, чтобы подвести к замку источники, находящиеся за многие километры Так было с Венсеном, идеальным королевским замком Замку в средние века была нужна вода Очень давно, в 13 веке, при Людовике Святом, в 1234 был текст, где написано о подведении источника с высот Монтрёй в трёх километрах к северу И воду провели Сначала были свинцовые трубы, потом их заменили на керамические Этот водопровод, построенный в 1234, работал до середины 19 века Итак, вода идёт с высот Монтрёй в трёх километрах к северу Попадает в замок и питает фонтан, стоящий в центре замкового двора Затем вода распределяется Но один источник может быть перекрыт осаждающими Поэтому водоснабжение дублировали цистернами для сбора дождевой воды и колодцами Один есть в донжоне И ещё один возле часовни Они сейчас там Вот ещё одна важная деталь Помимо трёх километров водопровода была ещё система стока воды Когда вода в Орву доходила до определённого уровня, излишки уходили по стокам в Марну Средневековая система водоснабжения Венсена состояла из 6 километров труб и стоков Это масштабы города И стоило очень дорого Типичный образец военной архитектуры конца 14 века Венсенский замок имел ров 11 метров глубиной и 25 шириной Его стены увенчаны каменными мышекулями с опорой на выступающие карнизы Входное укрепление состоит из двух башен-близнецов и подъёмного моста Который продолжается за воротами и ведёт в донжон В 1369 году с его 5-10 метрами он был самым высоким в Европе Его сооружение потребовало применения самых передовых технологий Позаимствованных у строителей соборов Усиление каменной кладки с помощью железной арматуры — отличный пример Лет 15 назад в Венсене была реставрация и нужно было снять часть отделки Что дало мне возможность осмотреть своды на всех этажах И мы нашли там железную арматуру И теперь мы знаем, что 50-сантиметровый донжон с наклоном, а значит, с очень серьёзными проблемами с равновесием, был армирован с уровня второго этажа То есть с того уровня, где и возникает риск наклона здания в одну из сторон Итак, перед нами скоба — кусок гнутого железа Такой тип скобы должен мешать разъехаться двум камням на двух её противоположных концах Они вмонтированы, то есть вставлены концами в специальные отверстия в камни и покрыты свинцом во избежание окисления Это беспрецедентное открытие Всего в этом здании 2,5 километра железных скоб или около 15 тонн железных скоб Что беспрецедентно для истории французской средневековой архитектуры Построенные в разгар Столетней войны, начавшейся в 1361-м Эти укрепления отлично характеризуют позднее Средневековье Когда конфликт Франции и Англии вызвал продолжительную череду яростных столкновений В течение этого длительного конфликта роль замков носит исключительно показательный характер С периметром стен в 1200 метров, девятью башнями-резиденциями высотой в 40 метров Венсенский замок выступает как явный символ монархии в поисках признания её величия В качестве архитектуры, лепном декоре и высоте видна жажда могущества Один из первых примеров того, что станет классикой в эпоху Возрождения Или в 17 веке в Версале, или в Шамборе, времён Франциска I Когда монархия с помощью зданий, декора и скульптур утверждает своё могущество Надо понимать, что хотя Венсен – это крепость с донжоном Но в то же время это и королевская резиденция Это единственная резиденция суверена, которая есть во Франции Этот колокол прекрасен Это редчайший предмет Сохранившийся колокол 14 века во Франции – это редкость Большинство колоколов переплавили на пушки во времена религиозных войн, республики или империи Появление пушек радикально изменило военное искусство А с ним и военную архитектуру, которой пришлось адаптироваться к новому оружию разрушения С конца 14 века артиллерийские батареи прочно занимают место на полях сражений и в цитаделях И если первые каменные ядра ещё не были особо эффективны То с появлением чугунных в середине 15 века пушки приобретают сокрушительную мощь Отныне артиллерия способна сконцентрировать огонь на любой точке укрепления и пробить там брешь Во время Столетней войны многим крепостям пришлось менять свою форму и архитектуру Чтобы заполучить в своё распоряжение артиллерию и использовать её для защиты Например, Кастельно Архитектурным ответом замка Кастельно было утолщение стен и их приумножение Пример — артиллерийская башня со стенами в 5 метров толщиной Это высокая 30-метровая башня, вооружённая пушками, оружием, появившимся в 14 веке, но ставшим крайне эффективным Которому предстоит бороться с новой угрозой, протестантами во время религиозных войн Здесь есть всё — стены, ров, барбакан, галереи, мышекули и орудийные батареи Всё представлено и поэтому легко понять, из чего состояла активная и пассивная защита замка в средние века При реконструкции в 1445-м в замке Бонагиль в Новой Аквитании были применены всевозможные улучшения для защиты от артиллерии Его владелец, Беренджей де Рокфёй, был мегаломаном Применив все новейшие инновации оборонительных систем, он хотел сделать из замка резиденции неприступную военную крепость По замыслу замок был крайне сегментирован Сейчас мы находимся в верхнем дворе, рядом с жилищем сеньора С другой стороны стоит донжон, прикрывающий центр замка А дальше находятся нижний двор и хозяйственные постройки Две части замка разделены донжоном в форме корабля по центру Передний выступ 4-х метровой толщины повернут к холму к северу от Бонагиля, слабому месту замка Этот холм находится на расстоянии выстрела Обтекаемая миндалевидная форма донжона призвана отражать любые артиллерийские ядра, выпущенные с холма Но к моменту окончания строительства, в 1510 году, замок Бонагиль оказался в глубоком тылу и не подвергался ни штурму, ни осаде Его активная защита так и не была испытана в деле Сегодня крепость находится в прекрасном состоянии Это построено для престижа Беренджей-де-Рокфей хотел себе солидный замок К старому примитивному замку он пристроил второе укрепление, а затем и третье Барбакан для защиты входа в замок Это наращивание оборонительных систем Очень характерно для средних веков и здесь очень показательно Сюда можно добавить и более современные защитные техники Например, орудийные амбразуры в стенах вместо привычных бойниц В стенах замка 104 орудийных амбразуры Древние принципы модернизированы Чтобы увидеть некоторые защитные системы, надо спуститься под замок В естественный грот, пересекающий скальные основания, на котором стоит постройка Сейчас мы в гроте Бонагиль В этом месте наверняка и зародился сам замок Наверняка этот грот был укреплен во время закладки замка Бонагиль А во времена Беренджей-де-Рокфея Этот грот однозначно служил холодильником Это натуральный холодильник Здесь прохладно и температура держится постоянно Впрочем, есть у грота и другое преимущество Он полностью пересекает замок Он пересекает его из конца в конец, как минимум центральную часть Это позволяет переходить ров, который окружает замок Также есть один коридор с оборонительной функцией Он ведет в небольшую низкую прочную башенку Выходящую прямо в ров Такая башня называется Капониром Она снабжена пушками, способными обстреливать дно северного рва Так как укрепление замка Бонагиль расположено на разных уровнях Его оборонительный тип называют поэтажным Между двумя стенами находится ложный вал Позволяющий амортизировать разрушительную вибрацию Вызываемую ударами ядер по каменной кладке Ложный вал — это такой ров между стенами, который засыпан землей Частично или полностью Чтобы усилить внешнюю стену и сделать ее устойчивее к артиллерийскому огню Двойные стены с насыпями скрывали орудийные аванпосты Крайне продвинутые защитные сооружения для той эпохи Среди современных защитных систем стоит выделить каземат Закрытое оборонительное подземное помещение, вооруженное пушками, способными простреливать подступы к крепости Также присутствует лабиринт, система узких извилистых проходов, призванных замедлить продвижение противника Приходится идти по одному и без громоздкого оружия В то время как защитники могут поджидать атакующих на выходе Они будут выходить по одному А на выход нацелены пушки После реконструкции оборонительные способности замков нельзя было сбрасывать со счетов К тому же постройки начала 15 века сильно отличались от предшественников Они начинают закапываться в землю, чтобы помешать артиллерии делать бреши в их стенах Одна из таких крепость — Сальс, ворота восточных Пиренеев Построенная в конце 15 века по приказу короля Испании Она должна была защищать границу с Францией Большой инновацией крепости Сальс было то, что ее укрепления утоплены в земле Мы сейчас стоим на дне внешнего рва Он 25 метров в ширину и 20 в глубину Перед нами мощная укрепленная позиция с укрытиями А атакующие — на открытом месте Да и чтобы попасть сюда, им пришлось бы преодолеть массу препятствий Под обстрелом сверху Рвы защищены орудийными батареями в нижней части стен Толщина стен у основания составляет около 14 метров Колоссальная толща камня, защищающая стены от прямого обстрела атакующих Делает эту крепость одной из самых необычных У крепости Сальс есть один секрет У крепости очень массивный вид, наполовину скрытый под землей А издалека виден только небольшой краешек При приближении массивный силуэт постепенно проступает Но если мы заглянем внутрь, это будет день и ночь Внутренняя архитектура, хоть и военная, но смотрится куда изящнее Фасад крепости грозен, а внутри уютно Здесь много открытого пространства А снаружи все крайне тесно и замкнуто Подобные арочные пассажи Несвойственны французской архитектуре Но весьма характерны для испанской Этой архитектуре Свойственна закругленность Что видно на примере этого колодца И она напоминает архитектуру Арабо-андалузскую Хотя и не происходит от нее напрямую Но может вызывать ассоциации с ней Можно задаться вопросом Зачем надо было строить нечто столь грандиозное? Ответ в том, что численность гарнизона крепости Была около двух тысяч человек В случае осады Эти две тысячи человек Должны были продержаться сорок дней В полной автономии До подхода главных сил армии Им был необходим соответствующий запас С продовольствия и жесткий контроль Распределения запасов воды Сальц снабжался водой из природных источников И там была применена передовая система распределения воды Слабое место военной архитектуры Это вода В случае, когда замок сдавался только потому, что вода в колодце была отравлена Крайне многочисленны Поэтому в условиях новой концепции войны И подход к водоснабжению должен применяться новый Сейчас мы в месте распределения воды Из-за этого оно и называется комната клапанов Здесь и правда были клапаны, которые позволяли перекрывать воду Или давали ей течь в нужном направлении Водой постоянно снабжались такие помещения, как близлежащая пекарня, а также донжон У коменданта в донжоне вода была почти на всех этажах Для начала 16 века это был исключительный уровень комфорта И нельзя забывать про военные нужды Для военных нужд здесь почти на каждом шагу проложены канавки с водой Которая служила в частности для охлаждения орудийных стволов В разгар противостояния между французами и испанцами Крепость Сальс была образцовым укреплением С изобретательной и сложной архитектурой Которая могла отразить любые атаки врага Как можно было взять крепость Сальс? Было три возможных сценария Можно было осадить ее, это было сложно Сальс была готова к осаде А через 40 дней к ней должна была прийти на выручку основная армия Второй вариант Устроить артиллерийский обстрел И попытаться обрушить часть стены Но это было почти невозможно Стены 12-метровой толщины не брали даже железные ядра Судя по следам, оставшимся на стенах до сих пор Это было малоэффективно И третий вариант Это подкоп Подвести минную галерею под здание и заложить мину Оказалось, что крепость была изначально построена так, что могла успешно противостоять вражеским саперам Что же мы увидим повсеместно, если спустимся вниз? Противоминные галереи Как они помогут остановить врага? Нужно было выставить посты в стратегических местах, чтобы услышать приближение противника А что делать, если вы услышали приближение противника? Конечно, нужно помешать ему сделать брешь Надо или остановить врага, или, как чаще всего и делали при обороне крепости, нужно было просто самим взорвать то место, откуда приближалась опасность Крепость Сальс воплощает собой конец целой эпохи Замки в том виде, в каком мы их знали в средние века, скоро исчезнут Повсеместно власть местных сеньоров склоняется перед централизованной королевской властью Феодальная система в агонии В Сальсе не было сеньора Это чисто военное сооружение Это новый этап развития в отношении применения замков То есть появляются форты, цитадели и тому подобное Исчезает полифункциональность Но, к счастью, у замков был и другой вектор развития Возьмите, например, 16 век и Франциска I Например, Шамбор, замок 16 века С него начинается время, когда замки строят для охоты и прочих увеселений У него есть и защитная функция, но декоративная превалирует Постройка замка Шамбор началась в 1519 году под личным надзором Франциска I Это величественное здание является собой отличный пример увеселительной резиденции Где архитектурные изыски являются лишь воплощением могущества царственного заказчика Эти дворцы сохраняют некоторую замковую атрибутику Но все эти башни, эркеры и машакули Носят исключительно декоративный характер С этого времени короли начинают массовый снос и демонтаж замков и крепостей Генрих IV снес их множество, чтобы, как он говорил, лишить и логово врагов королевской власти Лишенная своего главного атрибута, замка, знать отныне стремится жить поближе к власти, при дворе короля А Людовик XIII и Людовик XIV продолжают сносить замки В XIX веке замки приобретают налет мистики и мрачности Благодаря перу авторов-романтиков Их фантазии витают вокруг замшелых древних руин Заросших зеленью и идеализированных и романтизированных картин средневековой жизни Силуэт готического замка из детских сказок появляется на гравюрах и в живописи В 1837 году была основана комиссия исторических памятников И началось движение за их сохранение Замки стали объектами национального интереса Образ замка Пьер Фон прекрасно иллюстрирует поэтическую экзальтацию романтической моды Разрушенный по приказу Людовика XIII Он был полностью перестроен архитектором Виоле Ле Дюком в 1857 Можно понимать, что когда Виоле Ле Дюк взялся за полную реставрацию замка Он преследовал педагогическую цель Хотел показать людям, что такое средневековый замок Снаружи замок Пьер Фон выглядит аутентично и обладает всеми основными атрибутами средневекового замка Прямоугольной формой, двумя рядами стен с восьми круглыми башнями Барбаканом с подъемным мостом И оборонительными элементами Такими как бойницы, эркеры и машекули У всей этой архитектурной грамматики лишь одна цель – объяснить Виоле Ле Дюк взял за основу руины старого замка Стоявшего здесь в конце XIV века, начале XV Замка Людовика Орлеанского И восстановил его структуру А затем добавил фантастические и выдуманные элементы Подчерпнутые им из литературы XIX века В соответствии с идеалами романтизма Древние руины – это крайне живописное место Где дух воспаряет, отдыхая от мерзкой суеты Во внутреннем дворе замка мы видим воплощение фантазии Виоле Ле Дюка Во всей красе Архитектурные элементы разных эпох намешаны без всякой логики На этом фасаде окна со средником XIII века Соседствуют с готическими окнами-трелистниками И открытыми арочными галереями XVI-XVII веков Группы статуй в романском стиле Сочетаются со странного вида горгульями Придавая декору оригинальную и интригующую контрастность Это все попытки стилизации под средние века Сделанные на базе представлений о средних веках Но с такими ошибками, каких в жизни бы не допустил настоящий средневековый архитектор Это своеобразный почерк Желание показать, что это не аутентичный замок А значит, мы в сказочном замке И надо это показать Поэтому здесь множество зрелищных элементов Здесь пытаются удивить на каждом шагу Похоже, это и был замысел Виоле Людюка Часовня замка, расположенная в башне Отличный пример авторского стиля архитектора-реставратора Аутентичная здесь только апсида Примыкающий полукруглый выступ здания позади хора В остальном же это творение Виоле Людюка На разных этажах трибуны, ложи и галереи опоясывают часовню Придавая ей необычный вид Снаружи большой портал занимает половину фасада Венчает здание роскошный круглый витраж невероятной сложности Характерный для конца 14 века Пьерфон — это настоящая архитектурная энциклопедия Но в интерьерах замка Виоле Людюк позволил себе чуть больше свободы Выдумав скульптуры, отделку, росписи, мебель Которая больше похожа на стиль Арнуво 1900 года, чем на возврат в Средневековье Мы сейчас в довольно необычном зале Зале доблестных, раньше он был приемным залом Именно здесь Наполеон III принимал И именно здесь он пытался всем пустить пыль в глаза Например, именно в этом зале для приемов хранилась коллекция доспехов императора Она стояла вдоль этой стены с соответствующими гербами Для этого зала Виоле Людюк позаимствовал из настоящего средневекового замка Куси Один очень зрелищный элемент, а именно красивейший камин с рыцарями Хранившийся за несколько километров отсюда В замке Куси с 16 века Может, этот зал и не столь впечатляющ Но функции у него те же, что и у зеркальной галерии в Версале Это замок мечты Для сказок об ослиной шкуре или спящей красавице Замок Пьерфон был бы идеальной декорацией Этот замок навеян эпохой романтизма А романтизм — это море воображения с каплей реальности Это переосмысленные руины Можно сказать, что Пьерфон — это перестроенные руины Переосмысленные в духе 19 века Пьерфон — это не готическая декорация сказки Пять веков средневековой архитектуры Спрессованы в одном здании Более сказочном, нежели историчном Пять столетий сеньоры и суверены строили замки Красота, сложность и невероятная долговечность которых Завораживает и поныне Они — свидетели эпохи технологических прорывов и изобретательности Замки навеки останутся символом средних веков Их архитектурное величие и свет Которые они проливают на эпоху полную тайны загадок До сих пор привлекают внимание людей Что доказывает, что замки по-прежнему заставляют людей мечтать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин